Но в любом случае, я думаю, что подставщику не имело смысл самому закладывать. Я бы на месте этого человека просто отправлял бы какого-нибудь рандомного бомжа за три монеты. Так. Нет, нет, пожалуйста, не трогай меня. Я, мне очень жаль. Я не хотел сделать ничего плохого. Это всё человек в робе. Он заплатил мне, чтобы я положил эти вещи в бочку. Я не знаю, как его зовут. Его лицо было скрыто в тени. Он позвал меня вчера, когда я шёл мимо маяка. Это он. Думаю, он живёт там. Прогревает мне. Он сказал мне, что покидает Анвел. Расскажи мне всё или умрёшь. Нет, пожалуйста. Нет. Маяк. Маяк. Рядом с городскими стенами. Я думаю, человек в робе живёт там. Подваль. Я не знаю, что происходит в этом подвале. Ладно, дед. Всё, ты так стянаешь, что я не буду тебя убивать. Как будто там кто-то умер. Кто-то умер. Слушай, это всё, что я знаю, правда. Может, Ульгар Туманный Взор расскажет что-то ещё. Он смотритель маяка. Возможно, он сдал подвал в аренду. Поговори. Поговори с ним. Блин, сейчас приду на маяк, а там Роберт Паттинсон и Уильям Дефо сексом занимаются. Если ты хочешь спуститься туда, пожалуйста, отпусти меня. Ладно, вали. Просто. Тайный приказ номер 8. В Петровском парке есть маяк. Он светит нам всегда. Ангалим мёртв. Душитель, ты служишь мне куда лучше, чем я могу предполагать. Неужели для тебя нет неразрешимых задач? Нет уедимых противников? Посмотрим. Твоя новая цель. Высокий эльф. Шлюха. По имени Аркуэн. Она где-то скрывается, но ты сможешь навести справки в Серой Кобыле, Короле или Чентхульском масте в Чейнхоле. Аркуэн, как и все твои жертвы, опытный боец. И справиться с ней будет непросто. Когда Аркуэн будет мертва, награда и новый контракт будут ждать тебя в тайнике. Слушайте. А что если грохнуть эту шлюху и получить лишние 500 монет, а потом уже пойти в маяк? А? А? Серой Кобыле в Короле. Будет руина? В смысле, а в чем? Не, ну они говорят, иди в маяк. Ну блин, а давайте все-таки проверим, могу ли я так поступить. Вроде это так не работает. Ну это ШРПГ. На диске было написано, как говорится, ну. Да я так понимаю, я ничего не смогу спросить ни в какой Серой Кобыле, да? Да, блин, похоже, тут из Серой Кобылы никакой нет. А вот она. Так, это получается... Слишком. Просто... Прямо что-то. Попробуй. Я, кстати, не удивлюсь, если еще никто и не пробовал. Потому что я единственный человек, у которого есть хоть какая-то фантазия в этом мире. Но так как у Тодда Говарда ее нет и никогда не было, как и ни у кого из его разрабов, то... Очевидно то, что ничего не произойдет. В Серой Кобыле нельзя даже спросить будет про эту шлюху. Ты ее теперь не найдешь, потому что она заховалась. Но какая разница, спросить-то о ней я могу? Ну, типа, должен мочь. И кто из них владелец? Не. Про нее просто нельзя спросить и все. Ну, ни другого и не ожидалось, признаюсь честно. Поехали на маяк. А маяк? А маяк? Вот он. Смотрите ли, не видать что-то. Так, он сказал в подвале, но... Может, подвал как бы с другой какой-то стороны, потому что... Ну, ладно, пойдем, 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 пойдем. Дайте попробуем сначала смотритель найти. Узнать, что там в подвале. О, красота-то какая. Привет. Я рюрю. И что тебе... Ээээ... Ключ от подвала. О! Да что ты! Из чего это вдруг я должен отдать его тебе? Ну, иначе опережете глотку. Ох! Ну, в таком случае... Вот. Держи. Туманный взор. Лучшая ли это вообще... Эээ... Кличка для человека, который занимается маяком? Может, лучше было бы только слепой хуй? А, и спросить его о том, что в подвале нельзя. То есть, мы сюда поднялись чисто так. По приколу заключен. Заключаем. Я не могу выбить это сейчас. Его погонял, означает, что он видит сквозь туман. Так. Ну, и окей. Если бы у меня был, например, погоняло... Хуёвый взор. Это бы значило, что я вижу сквозь хуй, что ли? Или что? Так, а где подвал-то? Что я не понял? Ну да, понял. Логика ясна. А соколиный взор, видимо, означает то, что человек видит сквозь сокола. Я пока не могу прочитать это заклинание. Развязка близка, пацаны. Обыскать. Найти улики, доказывающие наличность предателя. Иного мотива. О, собаку зарезал. Ещё одно. Слушайте, тут какой-то... Догхантер жил прям. Не любитель собак, по всей видимости. Ну, я его не виню. Я тоже собак не очень. Ммм. Так. О! А мёртвую бабу я сразу и не заметил. на шкафу просто лежит интересная личность похоже внутри голый дед голова матери дневник предателя я думаю это улика я просто ее подобрал ну ладно поносим с собой все в порядке мама дело почти сделано это что опять цицерон что ли все в порядке мама дело почти сделано я уже близко я так близко я просто это как же долго мы боролись за это как долго ждали я знаю слишком долго но все почти кончено и я обещаю убить его убить его убить его убить ему убить его убить его убить его убить его убить его у бить его мамочка спит на подушке голова пришел человека вот мама мертвая из на папинах руках твоя кровь разрушил он жизнь и убил любовь ненавижу Mick притворство. Все это ложь. Будь проклятый Ситис и пять догматов. Сколько же мне еще жить по их правилам? Сколько еще, пока я не получу свой шанс? Я видел Люсиена Лошанца вчера. Он был в убежище. Разговаривал с Ачивой. Он был там. Я видел его так близко, что мог бы за секунду сломать его хребет. О, матушка. Никогда раньше мой самоконтроль не подвергался такому суровому испытанию. А, этот мудак-вампир. Отвратительная ирония. Ведь мне позволила сдержаться дисциплина, которая меня научила темное братство. Я так долго был в их семье, что это стало частью меня. Хочу я того или нет. Но все это время я обманывал их. Они думали, что я их настоящий собрат. Верный член семьи. Однажды я очень скоро узнаю правду о матери ночи. И когда я это сделаю, я использую их доверие, чтобы подобраться к ней поближе. Достаточно близко, чтобы я мог отсечь ее голову от тела, так же, как Люсиен Лошан сделал с тобой. Так давно, так давно. Будь она проклята все, мамочка, но почему все так? Мария была так прекрасна, почти совершенства. Почему она не смогла перенести правду? Почему она не смогла понять, что ее семья на самом деле не любит ее? Она была убийцей, как и все мы. Ей платили, чтобы она убивала вами Ситисы. Я правда думаю, что мы сможем быть вместе, что у нас будет настоящая семья, настоящая любовь. Но она сказала, что мне, что никогда не займет твое место в моей жизни. Теперь ее нет. Она не заслуживала жизни после тех ужасных вещей, что она говорила про тебя. Мне не следовало рассказывать ей все. Я знаю, прости меня. Этого никогда больше не случится, и остальные не найдут ее, не волнуйся. От нее ничего не осталось. Я люблю лежать в траве и смотреть на муравьев. Я так хотел бы быть одним из них, жить в подземном лабиринте. Так безопасно там. Нет таких людей, мерзких людей. Я убью всех муравьев. Убью людей. Все живое. Я сделал это мамочке, я убил их всех. Я убил их и проклял, чтобы они нежитью бродили по своему кораблю вечно. Они пришли поговорить с стреком на маяке, когда они увидели меня. Они могли просто пройти мимо, но нет. Они начали смеяться. Они смеялись надо мной, мамочка. Они обзывали меня. Они сказали, что я странный, что я человек-крыса, живущий в подвале маяка. Они не знали, с кем имеют дело. И вот я поднялся на борт корабля тем же вечером и перерезал им глотки. Всем им, да. Вот вам и след змея. Антвильский корабль призраков. Вот как он теперь будет зваться. Ха-ха-ха-ха-ха. Какие прекрасные новости, мамочка. Наконец повышение. Люсьен Лошанс сегодня заходил в убежище, чтобы поговорить со мной. Он рассказал мне, что черная в руках нуждается в моих услугах. Один из уведомителей собирается взять себе нового помощника, после того, как прежнего убили при выполнении контракта. Слушайте, ну это какой-то шиз. Сейчас такие в интернете обитают в основном. Я такие высеры частенько читаю в интернетах. Но я все-таки думаю, что это Луна Попик в конечном итоге окажется. Он выглядит именно как человек, который может такой херней заниматься. Жить с отрезанной головой мамки. И Люсьен Лошанс предложил меня. Я встретился с уведомителем и теперь служу ему как его новый душитель. Хе, Лошанс мог просто дать мне контракт на уничтожение с самой Матери Ночи. Теперь я еще на шаг ближе к выполнению нашей мечты. Теперь я узнаю, кто это Мать Ночи и вырву сердце из ее груди. О, да. Блядь, это мой дневник, что ли? Ну, это логично, наверное. Мы реально за кого-то урода играем. Теперь я узнаю, кто это Мать Ночи и вырву сердце из ее груди. О, да. Вот для Лошанса я приготовил кое-что особенное. Мама, я так боюсь. Я скучаю по тебе, мамочка. Хочу, чтобы ты поцеловала меня опять. Папа молился. И угадай, кто в дверях. Это человек Ситиса именем на устах. Он ушел, но пришел затем. Опять. Я дрожу, забившись под кровать. Он достал проклятый клинок и поднял под самый потолок. Со стуком падает твоя голова. Это конец. Моя мама мертва. Я лежу в страхе. Открыт рот. Хочу кричать. Крик не идет. Я ничем не мог тебе помочь. Но поклялся я в ту ночь. Братство заплатится полна. В содеянных вина. Разлучили нас они потом. Придут другие дни. Я найду... А, нет, слушайте. Начинаю думать, что это Оксимирон. Убийца. Выкинул бутылки и начал чудить. ЧТИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ Час, когда умрет Люсьен Лашанс. Зеленый, синий, красный. Желтый, оранжевый. Зеленый, квасный. Желтый, оранжевый, зеленый. Синий, квасный. Желтый, оранжевый, зеленый. Синий, красный. Я был беспечен, слишком беспечен. Тела, поджоги, убийства. Глупца, бланшара. Было худшей моей ошибки. Меня заметили. Я закутался в плащ и сейчас в тенях. Никто не узнал меня. Но черная рука теперь на стороже. Они подозревают предательства, ищут предателя. Мне нужно проявить предельную осторожность. Люблю лежать в снегу зимой и ждать, когда придет покой. Я подменил их. Подменил тайные приказы. Это было так легко. Я проследовал за Лашансом от его логова в форте Фарагут до тайника. После того, как Лашанс положил приказ и ушел, я подменил его. Это было так просто. Теперь этот глупый душитель Лашанса будет работать на нас, матушка. О, какое удовольствие. Один из черной руки сказал мне, что он давно уже не встречал такого честолюбия и целеустремленности в члене семьи. Я использую это честолюбие в своих целях. Тупица не подвергнет сомнению приказы. Пока я пишу это, душитель уже направляется к своей первой цели. А это один из членов черной руки. И так началось. Душитель Лашанса убьет сначала одного поставленного члена братства. Потом еще и еще. Пока вся семья не взбесится. А тогда, как требует обычай, выжившие будут искать совета матери ночи и просить ее указаний. Когда настанет этот день, я буду там готов возить клинок в черное сердце этой шлюхи. Терму снашал не сил. Ну и обнаружен дневник предателя. Выяснилось, что он стоит в темном братстве многие годы и теперь является членом черной руки. Ее цель отомстить Люсьену Лашансу и всем членам братства за убийство его матери, совершенное еще когда он был ребенком. Он замышляет убить мать ночи. Нужно немедленно доставить эту информацию Люсьену Лашансу на ферму Apple Watch. Ну, да. Ну, с другой стороны, его тоже можно понять. Тяжелое детство. Сиротка. С поломанной психикой. Да, ну и Шузу я сейчас почитал, конечно. Но круто, круто. Вот сейчас мой респект. Отправляемся в Apple Watch. Блин, а я ведь тоже что-то мамашу зарубил. Надеюсь, все ее дети мертвы. Реально, она никого там в подарках не забыла перечислить. А то очередной придурок также будет бегать за мной потом. Душитель, наконец-то! Не переживай. Кризис, что грозил темному братству, окончился. Я Аркуен. Уведомите черные руки. Кстати, мы не знаем, женщина это или мужчина. Мы разговариваем с предателем Люсьеном Лашансом. Больше ты не будешь игрушкой в его руках. Или это сам Лашанс? Ты же Лашанс хотел отомстить темному братству. Уж не знаю за что. И использовал тебя для выполнения всей грязной работы. Но теперь мы можем начать все сначала. Я произвожу тебя в уведомителе. Ты займешь место Люсьены Лашанса в черной руке. Поздравляю. Спасибо. Как ты знаешь, черная рука в тяжелом положении. Из этого расследования становится ясно, что я никого не блудил в эфире. Это все, кто остался в живых. Никто меня не менял. Что еще хуже? Ты убил слушателя. Черная рука без слушателя. Это как рука без большого пальца. И преемник слушателя тоже мертв. А преемник преемника слушателя? Поэтому у нас нет другого выбора. Кроме как прибегнуть к древнему ритуалу. Мы должны пробудить мать ночь ото сна и просить ее совета. Между полуночью и тремя часами утра... Тут будет еще какой-то твистецкий. Проси меня о матери ночи. И мы отведем тебя в дом нашей леди. Только тогда начнется этот ритуал. Люсиен Лашанс. Когда мы обвинили Лашанса, он пытался защищаться. Пытался заявить о своей невиновности. Они его убили? Но мы не будем слушать слушателей кричей предателя. А почему я не могу рассказать про дневник и про всю херню? Как видишь, у него не было шанса противостоять объединенным силам черной руки. Я вообще за кого играю? За человека или просто за голову, которая может только два слова высрать? Я не понимаю. Тебе должно понимать, что нам нужно действовать тайно под покровом ночи. Поговори со мной между полуночью и тремя часами утра. И мы отправимся в путь. Чуваки, ну это какая чушь. Это Лашанс. Да будем мы вечно служить матери ночи. Блин. Его в рот долбили. Походу, очень жестко. Приветствую, уведомитель. Люсиен Лашанс был убит, растерзан, извечен черной рукой. Так, один из них и есть поехавший. Я почему-то думаю, что это тянка. Матьё бел... Матьеба лимон, блядь. Матьё белом... Матьеба лимон, блядь. Блядь, ну это точно он, блядь. Она точнее. Типа, или это он, я хер его знает. Типа, ну по-другому быть не может. Сейчас. Где... Мамкина голова, блядь. Матьеба лимон, блядь, а нет? Ты как нечестивые видения. Ты что ли? Чёрная рука приветствует тебя. Чья мамка ты, ебт? Лысая, блядь. Сейчас я ебать буду в рот. Ну-ка, кто-нибудь согрится стопудово. Будем мы вечно служить матери ночи. Так, вот так. Ты как нечестивые видения. У меня как раз язычок, по-моему, торчит. Блин. Так вот, заправляю прям туда в шею, а? Не, непонятно. Никто не реагирует. Ну, давайте поговорим. Приветствую.